Сейчас к сфере, где эмоции едва ли уместны, четкий, грамотный расчет и, как правило, на перспективу. В этом году особое внимание будет уделяться доходам низкооплачиваемых категорий работников, большая часть из которых бюджетники. Об этом было заявлено сегодня на заседании Совета Министров. Подводили итоги социально-экономического развития 2018 и оценивали, как сработают все отрасли в первом квартале и по году в целом. Прогноз таков. Пока хромает только сельское хозяйство, но есть рецепты оздоровления. Также эффективность и повышение производительности ждут от госсектора, а также прироста от малого бизнеса и IT-сферы. Все подробности у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк. В прошлом году экономика Беларуси не добрала полпроцента. Темп роста ВВП 2018-103 ровно. В аутсайдерах сельское хозяйство и строительно-монтажные работы, да и средняя зарплата в целом опережала рост производительности труда. В то же время мы хорошо торговали на внешних рынках, привлекали инвестиции, да и по уровню инфляции не вышли за 6%. В этом году планы куда более амбициозные. 4% ждем прироста экономики. Об этом сегодня говорили на заседании в правительстве, где подводили итоги социально-экономического развития за прошлый год. Особое внимание зарплатам бюджетников. Меры поддержки обсуждают с оглядкой на возможности госказны. Она зависит от того, как будет работать реальный сектор. На 2019 и 2020 выпадает полная перезагрузка всех отраслей. Как раз под занавес пятилетки нужно подтянуться. Ставки на IT-сектор, его доля ВВП может вырасти до 10% через 5 лет. Но и другим нужно не отставать. Для нас скорее важно повышение эффективности, развитие секторов, которые могут быть локомотивами роста, развитие каких-то направлений, которые повышают эффективность экономики, могут лежать в сфере наших новых сравнительных преимуществ, доступа на новые рынки. Это, конечно, и наш сектор услуг, и IT. Ключевой задачей остается повышение эффективности и конкурентоспособности именно госпредприятий. Учитывая то, что рынки новые открываются, значит требования к качеству растут, и здесь на старых технологиях и подходах далеко не уедешь. Сегодня рыночные механизмы оздоровления есть, но они, по сути, в спящем режиме. И по-прежнему многие руководители предприятий упывают только на помощь из госказны. Но такое ожидание ошибочно. Нужен самостоятельный выход на рентабельную работу. Концентрировать ресурсы будут только на самых перспективных проектах, под реальные бизнес-планы. Главное создать эффективную систему по линии «Центр-регионы». То, что прогноз по прямым иностранным инвестициям, который доведен до губернаторов, он в части проектов наполнен только на 60%. По сути, это цифра, которую мы докладывали президенту еще при защите прогноза. И вот за последние 3-4 месяца работа с инвесторами не позволила увеличить пока эту цифру. Виды на квартал у правительства достаточно оптимистичные. Старт января на 0,7% эти позиции только укрепляет. Все отрасли идут с плюсом, отстает только сельское хозяйство. За 4 года оно, по сути, выросло только на 4%. По каждой области мы все-таки будем рассматривать детальный, постатейный баланс доходов и расходов в этой отрасли с учетом импортных закупок, кормов, удобрений и всего-всего остального. Потому что действительно вот эти проблемы уже начинают приобретать системный характер. В каждой отрасли прироста ждут и от малого бизнеса. Дело это не одного года, но по нему видно, что открывать свое дело становится модным и выгодным. Очередной шаг – это сейчас разрабатывается дорожная карта по реализации стратегии предпринимательства до 2030-го. Параллельно планируют и концепцию новой пятилетней программы, где ВВП до 100 миллиардов долларов и полноценно работающая ипотека. Светлана Лукьянюк, Александр Горбачев, Агентство теленовостей.